Итак, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать, мы продолжаем с вами играть такую увлекательную игрушечку, как Факторио. Ну и как я в принципе всегда это говорю и как я люблю это говорить, загаданно произошли достаточно глобальные изменения. В частности, это изменение коснулись всей моей базы, и как вы можете наблюдать, на данный момент большая часть моей базы покрыта бетоном, который мы сделали в конце прошлой серии. Но это не единственное изменение, которое коснулось моей базы. В частности, изменения еще также коснулись в принципе вот этих вот всех колбачей, которые мы здесь производим, но от них чуточку попозже. Но также я занимался планированием в принципе моей базы, и как она будет в дальнейшем у нас развиваться. Я все-таки планирую вот это вот место под камень перенести сюда поближе, поэтому возможно мы этим сегодня в серийке займемся. Ну а также я занимался планированием вот такого вот большого-большого гигантского цеха по переплавке. Здесь стоит у нас по идее 24 печки, это по идее необходимое количество печек, которые бы успевали забирать с полностью заполненного вот этого вот нашего желтого конвейера. Получается здесь у нас стоит всего 8 цехов по переплавке. Здесь у нас стоит станция, в которой я доставлять буду железо из вот этой вот возможно жилы, а возможно из вот этой жила. Но учитывая тот факт, что вот наша жила, которая здесь у нас на базе стоит, еще имеет себе 4 миллиона, я думаю, что мы доставлять сюда будем не скоро. И будем пользоваться этим вот железом, который имеем вот здесь. Построил здесь вот такую небольшую фермочку для производства печей, которые будут у меня уходить сюда в гигантских каких-то количествах. Ну и также, как я говорил, я хочу поподробнее остановиться на вот такой вот нашей схеме, которая занимается поставкой всех колбочек, которые мы имеем. Как вы можете наблюдать, у меня здесь находятся все лаборатории, которые исследуют наши материалы. Здесь вот находится такая небольшая разгрузочная станция. С помощью фильтрующих пакетных манипуляторов мы забираем все необходимые колбочки, которые у нас в нашем поезде сюда поставляются. Как вы можете видеть, у нас есть единственная просадочка по зеленым колбочкам, но я думаю, в эту проблему мы с вами сегодня сможем решить, как только увеличим количество железа. А загрузка самих колб в наш поезд заключается в такой вот маленькой ситуации. Вот здесь у нас есть такая небольшая дозаправка топлива, и вот с этой вот станции, допустим, по производству красных колбочек, у нас все красные колбочки загружаются. И таким же самым образом у нас вот такие вот имеются три тупачковых линии. Тупачковые они, потому что сделаны в букве Т. И таким же образом у нас заполняются на вот этой вот нашей второй, получается, станции зеленые и черные колбочки. А вот здесь у нас заполняются синие колбочки. Также по сравнению с прошлой части вы можете видеть то, что количество их я увеличил, потому что по ним были какие-то перепои, и сейчас даже их слегка на наше количество, так что даже можно их парочку отключить. Ну и также я увеличил количество двигателей твердотопленных. На самом деле ничего сложного и сверхъестественного я не делал, я просто взял и продублировал то же самое, только с другой стороны нашего конвейера. И как показывает практика, такого количества, в принципе, всего мне хватает. Не хватает лишь количества железа. Как вы можете видеть, гигантские идут перебои, поэтому я и хочу заняться над цехом по переплавке. А также я хотел сказать то, что нашу фабрику всего я, в принципе, не трогал. Так, получается, мы сразу с вами тогда забираем все печки, которые у нас здесь производились. Ну все, у меня, в принципе, вот такое количество печек, я думаю, то что хотя бы хватит на часть того, что мы имеем. Почему же я использую здесь электрические печи? Да все просто, они не требуют уголь. Если мы будем сюда еще и уголь подавать, то это, во-первых, увеличится в масштабах, а во-вторых, зачем? По факту, как я посчитал, уголь целесообразнее тратить на электроэнергию, которая впоследствии у нас пойдет на наши печки. Поэтому использовать уголь в печках не очень-то и целесообразно. Сама схема вот эта вот, думаю, не нова и до ужаса проста. Мы используем здесь банально синий манипулятор, банально желтый конвейер на вход и два конвейера на выход этого железа. Схема со сталью примерно такая же, которая у меня расположена чуть подальше, чуть вот здесь. Но по факту ничего особо здесь не меняется и суть остается та же самая. Ну что же, мы начинаем с вами стройку. Ну все, получается, единый цех я здесь завершил. И останется к нему только подвезти, наверное, у нас на саму руду. Здесь я уже сделал такую небольшую перебежку по конвейерам. И уже можем сюда, получается, подводить руду из тех рудодобывающих машин, которые здесь не особо-то используются. И я хочу просто сейчас, в данный момент, просто протестировать, как это все будет работать. Мне удалось вот таким вот образом вывести руду, как минимум с двух линий наших буров. И временным вариантом буду загружать все в печки, пока этот рудный источник у нас не истощится. И получается, вот таким вот замечательным образом мы можем подводить сюда руду в гигантских количествах. И пока что приоритет я сделаю фода слева. То есть он слева будет в приоритете все забирать отсюда и отправлять все на конвейер. Из конвейера будут у нас манипуляторы все забирать, загружать в печки. И мы с вами можем видеть и наблюдать, как печки уже начинают планомерно разгораться и увеличивать свою продуктивную мощность. И все железо, получается, которое у нас здесь переплавляется, поступает на конвейеры, где замечательно, оно сейчас будет забираться вот этими нашими конвейерами. Пока у меня нет особого такого большого потока этого железа, поэтому будем планомерно пока это все загружать в вот таких вот маленьких объемах. Я думаю, что сейчас приоритет у меня будет запустить вот эти вот 4 цеха по переплавке. Замечательно, мы железо уже здесь пустили, оно начало у нас эффективно перекрываться и перебираться. И нужно мне сейчас каким-то образом объединить это все вот с этой вот линии, хотя по идее можно было ее уже закрывать. Все, я поставил здесь банальный конвейер с приоритетом выхода непосредственно вправо. И получается, я здесь на всякий случай есть еще одну перемешивку сделаю. Ну и вот таким вот замечательным образом мы с вами можем наблюдать, как все железо у нас теперь планомерное и очень успешно попадает на нашу главную шину в базе. Я надеюсь, что проблема сейчас с зелеными колобочками, которые здесь не производились, из-за того, что здесь не хватало железа, успешно уйдет. И получается, мне сейчас в принципе должно хватить ресурса на то, чтобы сделать себе еще парольчику линий вот этих вот самых печек. И получается, я ставлю разделитель на приоритет выхода влево, и еще одна линия вот таких вот наших печей полностью успешно готова. Как мы можем видеть, вот этого вот полного забитого нашего конвейера полностью здесь хватает, даже слишком, на то, чтобы питать все наши печи, чтобы все наши печи успевали плавить железо. И благодаря тому, что мы здесь разметили еще, получается, печи, у нас количество производимого железа должно было увеличиться еще раз в разы. И сейчас я бы хотел хотя бы два, получается, таких же производства у нас запустить на производство нашей стали. Но мы опять-таки этого сделать не сможем, потому что тащить сюда вот этот вот конвейер было бы гигантской глупостью. Поэтому я поступлю проще, за которым я уже, в принципе, провел сюда железную дорогу и приготовил все практически, что необходимо для того, чтобы отсюда вот забирать железо и доставлять его в цех по переплавке стали. Все замечательно, мы прибыли. Давайте поставим здесь станцию, добавить станцию железной добычи 1. Ну что ж, давайте сейчас с вами попытаемся произвести такой небольшой ход по добыче всего и вся. Ну, примерно как-то так у меня будет, получается, выглядеть линия по добыче. Здесь у меня такая небольшая станция по загрузке. Получается таким образом, что у нас две линии конвейеров объединяются вот таким вот образом в одну. Получается, все это в один вагон загружается. Надо было бы поставить здесь большее количество необходимых манипуляторов с сундуками, но большее количество у нас просто не имеется в наличии сейчас. Но пока именно вот таким вот образом осталась только небольшая такая деталь, довести линию электропередачи до самой базы, чтобы это все у нас замечательно заработало. Получается, как только я сейчас завершаю сюда провода, у нас те буры начали добываться. Всё, получается, давайте его переводим в автоматический режим, и получается, как только у нас поезд полностью загрузится, мы его отправим. Я смог достичь такого уровня, что у нас манипуляторы банально не успевают всё погружать в наш поезд. Я думаю то, что это очень даже неплохо на самом деле. Получается, замечательным образом у нас первый вагончик загрузился, и получается мы ждём погрузку остальных двух. Ну и таким образом, пока я немножечко подождал, мы заметим такую картину, то что у нас получается каждый бур встал на своё место. И получается наши все дороги заполнились на максимальный уровень, я надеюсь успеть на наш поезд, и уже полностью загруженным поездом отправиться на базу, для того чтобы это всё железо, которое у нас здесь произведено, пережаривать. Всё у нас получается, всё готово для того, чтобы размещать здесь электропечи. Для начала я хотел бы попробовать замустить хотя бы вот эти два цеха по пережарке стали. И получается всё у нас таким образом, все печки загорелись, а значит то, что производство стали пошло полным ходом, и как только первые у нас печки произведут у нас её, у нас должно всё заработать. Всё, замечательно, сталь мы начали получать, и сталь нужно отсюда, соответственно, куда-то выводить. Получается, если я всё правильно понимаю, производство стали у нас полностью запущено, и уже вся сталь у нас складируется на нашу основную шину базы. Всё получается, я ещё один цех у нас разместил по пережарке нашей стали, и теперь у нас стали в два раза больше. Нам по-хорошему нужно уже начинать производство электродвигателей. Но для электродвигателей самый важный материал, который необходим им, это смазочная жидкость. Смазочная жидкость делается на химическом заводе, а в нём он делается, получается, из мазута. А мазут мы, соответственно, можем получать только при продвинутой, получается, переработке. Получаем мы 25 мазута, 45 топлива и 55 пропутного нефтяного газа. Я дико не люблю эту тему на самом деле, только потому, что непонятно, как считать пропорции, непонятно, как, в принципе, это всё делать. Давайте я сейчас возьму листочек и ручку, и попробую всё-таки разграничить это всё производство. И мы с вами хотя бы попробуем получить минимальное количество всего и вся. В принципе, я мог бы сейчас попробовать изменить немножечко планировочку наших нефтеперерабатывающих заводов. Давайте, в принципе, этими займёмся с вами. Газ, дизель и мазут. И получается, я хотел бы отводить именно вот таким вот здесь всё образом. То есть, я бы хотел вот так вот брать мазут и отводить его сюда. Получается, брать дизель и отводить его сюда. И получается, нефтяной газ я тоже хотел бы брать и отводить его тоже вот сюда. И получается, здесь вот я также должен буду разместить такой же завод с такими же рецептами. И получается то, что они у нас будут размещены каждый через два блока. Замечательно, чтобы не создавалось каких-то проблем. Так, ладно, я разместил, получается, у нас вот эти вот нефтеперерабатывающие заводы с улучшенной, получается, нефтепереработкой. И сейчас же я хочу все то, что у нас здесь приводится, объединить, получается, в единый наш фронт. И посмотрите, какую подлянку я здесь обнаружил. То, что у нас требуется еще, помимо нефти с вами, вода. Да, это, конечно, большая подлянка, и мне тогда придется вот это все переставлять немножко другим вот образом. И пустить также здесь водопровод. Но, в принципе, хорошо, что вода здесь недалеко у нас есть. И особых проблем с размещением водопровода у нас не возникнет. Все, получается, воду я сюда подвел. Нефть я, получается, тоже сюда подвел. Здесь у нас есть и вода, и нефть. Сейчас поставим здесь подстанцию, и получается, у нас вода идет вторым слоем, и она заходит сюда, и дальше уходит. Нефть у нас, получается, идет первым слоем, и она сразу сюда заходит, а только после этого выходит. Замечательно. Если я все правильно понимаю, так как сюда электроэнергия подведена, то наши нефтеперерабатывающие заводы начали все у нас замечательно производить. Давайте сейчас также подключим сюда нашу помпу, для того, чтобы все у нас запиталось. И сейчас нужно аккуратным образом подключить все наше остальное. Я надеюсь, что это последний у нас раз, когда я что-либо переношу. Я на самом деле даже удивлен немного, но посмотрите, как аккуратненько у нас все эти провода легли, и как все аккуратно это выглядит. Так, хорошо, теперь я хочу для начала объединить мазут в единую нашу линию, а уже потом придумать, что с ним окончательно делать. Так, замечательно, мазут мы собрали, и теперь мы собираем не необходимое нам дизельное топливо. И получается, его также объединяем в одну нашу сплошную линию. Получается, дизельное топливо теперь мы замечательно с вами объединили, и остался лишь у нас нефтяной попутный газ, который мы также можем отсюда замечательно забирать и также попытаться объединить в единую линию. В единую линию это все у нас объединено, и даже немножечко отсюда выведено. Получается, у нас здесь вот есть подземные трубы с нашими тремя видами газа. Теперь я хочу, допустим, чтобы весь наш газ, который здесь собирается, успешно попадал в наши цистерны. Попутный нефтяной газ, он замечательно собирается, и отсюда он у нас тоже забирается, как я погляжу. Мазут я хочу отсюда забирать, естественно, но для начала я буду забирать отсюда дизельное топливо наше. Получается, с помощью нашей помпы я сразу сюда все дизельное топливо загоняю, и я надеюсь, что я смогу его вот таким вот образом отсюда его забирать. Да, могу. И опять-таки, я все это использую на наших химических заводах, для того, чтобы перерабатывать его все в наш нефтяной газ. Только опять-таки, нам не стоит забывать то, что тут нужна еще и вода, поэтому их желательно размещать через какой-то промежуток времени. Воду я, пожалуй, также пущу вот здесь вот, поэтому нужно сейчас немножечко об этом подумать вот получше. Получается, вот так вот будет наша выглядеть модульная схема по производству нефтяного газа из дизеля. Получается, как только сюда попадет наше дизельное топливо, то у нас все это будет производиться. Получается, дизельное топливо сюда попало. Мы весь вот этот вот газ исходящий объединяем, предоставляем сугубо через помпу, потому что не хотелось бы, чтобы обратно этот газ шел, и хотелось бы дать ему направление для того, чтобы он работал более-менее нормально. И теперь нам не нужно производить смазку. Смазочную жидкость также мы будем, наверное, производить в химических заводах. Здесь надо сделать такое же хранилище на 4 единицы резервуаров, только уже получается на этот раз переработанного нашего ресурса. Также назначаем им рецепт. Здесь, получается, мы должны подать мазут, а здесь мы должны получить газ. Замечательно. И также я бы хотел сюда все подавать сугубо через помпу, чтобы опять-таки создать нормальное давление, чтобы лишняя жидкость у нас в трубах не складировалась. Теперь мы создаем вот такой вот трубопровод, и теперь мы делаем здесь такой вот небольшой буфер. Если я сейчас все правильно понимаю, как только я здесь размещаю нашу трубу, то у нас начинает производиться смазочная жидкость. Лишь. И все, смазочная жидкость начала у нас копиться через нашу помпу. Замечательно. И нужно сейчас лишь немножечко мне последить по масштабам производства, чего у нас будет хватать и чего не хватать. Я надеюсь, что попутный газ у нас будет успешно успевать перерабатываться в наш пластик. Если нет, то мне придется придумывать, каким образом его куда-то девать. Я хотел бы вот этот мазут вывезти туда подальше, для того, чтобы его впоследствии уже использовать. Потому что здесь месяц в переработке он не особо-то и нужен. Получается, вывел я нашу смазку вот сюда. А значит, то, что вот здесь мы в следующей серии можем начинать производство не только наших, получается, электродвигателей, а также и синеньких процессоров. Потому что для них нужна серная кислота, которая получается, если я все правильно помню, из попутного нефтяного газа. Ну а на этом потихонечку я буду заканчивать серию. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамуру. Еще услышемся.